Няня за государственный счет. В Армении правительство решило поддержать молодые семьи, где оба родителя вынуждены работать и не с ней не с кем оставить ребенка. С нового года услуги тех, кто сидит с малышом до двух лет, будет оплачивать государство. Анна Ротюнян расскажет подробнее. На прогулке с шестимесячной Эрикой ее родные обсуждают важный вопрос. Кто будет присматривать за девочкой через полгода. Ее мама Инга собирается вернуться на работу. Помочь воспитании ребенка решила бабушка. Правительство намерено узаконить работу нянь. Государство будет субсидировать их зарплату. Тем, кто заключит договоры с родителями, доплатят чуть больше 100 долларов. Это минимальная зарплата по стране. Правда, теперь таким воспитателям придется платить налоги. Нам начнут начислять стаж. Но с другой стороны, зарплата нянь скромная и никто не хочет платить налоги. Поэтому большинство действующих нянь против этого проекта. Как будут принимать на работу в семьи таких, как Цовинар, а у нее 10 лет профессионального стажа, она сама не знает. Утвержденных нормативов, какими качествами должна обладать няня, чтобы стать участницей проекта, еще нет. Впрочем, госсубсидии за оплату нянь – это всего лишь одна из мер поддержки демографии. Еще, например, молодым мамам помогут приобрести профессию. Правительство рассчитывает, что большая программа в итоге поможет увеличить рождаемость в стране. Анна Рудюняна, Миновакян, МИР24. По действующему законодательству Армении, мамам предоставляют декретный отпуск по уходу за ребенком до двух лет. При этом размер ежемесячного пособия составляет 37 долларов. Продолжение следует...